Сейчас мы пообщаемся с нашей гостьей. Это Марина Захарова, заведующая пульмологическим отделением Симферопольской больницы номер 7. И доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Вопрос у нас, естественно, важный. Тот же вопрос, наверное, который у всех жителей Крыма и теперь уже страны. Что делать? Как происходит ситуация? Насколько все ужасно, не ужасно? Какие происходят патологии вообще? Как нам спасаться? Помогите. Расскажите. Успокойте. Спасибо за такую череду вопросов. Но сразу хочется сказать зарядки чемпионов. Вы все это можете делать однозначно. Только если у вас здесь находится подъезд, если вы живете в многоквартирном доме, однозначно совершенно все лестничные пролеты должны быть дезинфицированы. Тогда ваша зарядка, ваша физическая активность действительно принесет вам пользу. Что на сегодняшний день? Может быть, немножко такой вот такой бодрый тон нам приходится сменить на реальность, которая происходит. То, что происходит сейчас в мире, не является фейком. Это реальные события. К сожалению, порядка трех миллионов людей, свыше трех миллионов людей, инфицированы. Погибло порядка двухсот восьми тысяч людей. Это небольшой городок. Это то, что может коснуться каждого члена семьи, к сожалению. Мы сейчас находимся в более-менее благоприятной ситуации, потому что все-таки географически мы ограничены. И идем, так сказать, по стопам тех государств, тех столиц мира, которые уже пережили определенные ситуации. И мы в какой-то степени более готовы. Почему такая тревога? Потому что вирус очень изменчив. Очень изменчив. Вы видите, вы, наверное, все следите за интернетом, что происходят информационные самые разные характеристики этого вируса. Поэтому и такая вот тревога. Да, потому что что мы слышим? Фейк, 5G. Нет, это с таким же успехом можно обвинять фонарный стоп в развитии эпидемии. Что сейчас есть? Есть огромная нагрузка на врачах, которые следят, отслеживают каждый случай. Есть пациенты, которые находятся на лечении. К счастью, фактически по Симферополю, по Крыму одна пациентка достаточно тяжелая, которая на ЭВЛ, но она достаточно стабильное в состоянии у нее. Остальные находятся на консервативной терапии, инфузионной. И самая разная степень контактных людей наблюдается. К чему мне хочется призвать вас? Когда-то Бродский написал стихотворение, оно было написано по другому поводу, но тем не менее, вот этот слоган «Не покидай квартиру, не совершай ошибки» вот сейчас может стать вот таким вот очень важным критерием поведения человека. То заболевание, которое есть, оно распространяется воздушно-капельным путем, контактным путем. То есть достаточно оно хитро. Да, это не тот убийца, который ходит по улице с топором, его не видно. В этом и коварность ситуации. Поэтому вот такая личная ответственность у каждого перед самим собой, перед близкими, перед той активностью социальной, которая есть. Потому что все тревоги среднего бизнеса, малого бизнеса, окончание школ, поступление в университеты, это огромный-огромный сейчас вот пласт вот таких социальных вопросов поднялся у людей. Но сейчас самое главное – это быть здоровым, сохранить свое здоровье, сохранить здоровье своих близких. Сейчас еще раз я хочу подчеркнуть, что мы находимся в достаточно благоприятном таком вот диапазоне. Чтобы эта тенденция не уменьшилась, нет, да, вот личная ответственность каждого. Что мне еще очень хочется сказать, и могу произнести эту фамилию, поскольку сам человек себя, в общем-то, опубликовал в Инстаграм, это Константин Виноградов. Это тот пациент, заботой которого мы были заняты на протяжении нескольких недель. К глубочайшее уважение к этому человеку, потому что, да, первый этап был просто панике. Ему было страшно, потому что мы все люди, любой человек может заболеть чем-то непонятным для него, растеряться, оказаться по ощущениям в каком-то одиночестве. Но вокруг были врачи непосредственно, которые контактировали с ним. Круглые сутки работала санавиация консультативно, подбирали симптоматическую определенную терапию по отношению к нему, и пациент выздоровел. Это для нас счастье. И когда мы читаем, что это фейк, и что это какое-то заказное интервью, мы просто крайне были удивлены. Еще раз, огромное уважение всей этой бригады врачей и непосредственно самому пациенту, который сохранил самообладание, совершил абсолютно правильные поступки, заявив о пребывании за рубежом. То есть вот такая вот тенденция, волнение в отношении своего здоровья, ответственности перед своими близкими. Должна быть обязательно. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Мы искренне надеемся, что к вашим словам, в очередной раз, узнавая действительно эту важную информацию, прислушаются все жители, наши телезрители. Будем надеяться, что у вас будет как можно меньше работы. Спасибо за ваш труд. Хорошего дня. Спасибо огромное. Спасибо огромное, ребята. Всем здоровья и счастья. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо большое. С нами была Марина Захарова, заведующая пульмонологическим отделением с непропыска седьмой больницы.